Сейчас у нас в церкви есть Люба Андрейченко. Это дочка Храпова. 28 лет этот человек отсидел в тюрьме. Это человек нашего времени. 28 лет! Вы знаете, там сейчас, не знаю, как это ходит, но что там в тюрьме сказали, что мы не выпустим его живым. Когда его привезли в цинковом гробу, он был белый, как стена. Говорят, что кровь из него всю высосали. И это было при его жизни, когда его кололи и травили. Посмотрите, 28 лет! И у него немалая семья, представляете, была. А Юрий Сергеевич Грачев, его называют жемчужина. Жемчужина России, жемчужина России. Мне приходилось с ним встречаться много раз. Вы знаете, с молодым он отдал жизнь свою посещать тюрьмы, посещать верующих, сидящих. Сколько же он сам перетерпел. Последнее время, когда его уже взяли, вот он написал, у него тоже трилогии есть. Когда его после обыска взяли, представьте себе, и когда его пытал один следователь по национальности евреи. Вы знаете, какие он изощрял пытки. Пытки. Заключенным днем не положено спать. По всем ночам он через каждое время, на час, на два вызывал его на допрос. И так проходила каждая ночь. А утром он уходил себе в камеру и по режиму тюремному не имел права заснуть. И как он говорил, что я ногу на ногу клал и делал эти шевеления, чтобы там через волчок кто смотрел, раз шевелятся ноги, значит этот человек не спит. А потом раскрыли это его, симуляцией назвали, и стали сажать его в картер. На 10-15 суток, а это лишает 10-15 лет здоровой жизни. Где он там и на скудном питании, и на вот этом холодном, может быть, полу проводил. Он доходил до галлюцинации. Представьте себе, когда его судили, полный зал был наполнен. Работниками КГБ. Только одной матери разрешили. Она пришла и села на первую скамейку. Представляете? И когда ему там обвиняли за то, что крещение молодым, за то, за то, за то, за то. И потом объявили за вот это все нарушение законов. Высшая мера наказания, расстрел! И он говорит, зал поплыл, все смешалось в моей голове. Я только вижу, сильно бодро встала мать моя на ноги. И она говорит, я вручаю жизнь твою Христу в руки. Останься твердым до последнего дыхания. Это мать, которая лишалась сына своего, причем преданного служителя Господу. Бог ей дал такую силу духа, что она заявила, чтобы он до последнего дыхания остался твердым. Посмотрите, и потом судья как бы сделал выдержку, перевел на другую статью и заменил это 25 годами лишения свободы. Когда, говорит, уже умер Сталин, и там по радио в лагере объявили, что Юрий Сергеевич Грачев тоже попадает под амнисию. Когда прибежали к нему, а он там в последнее время хоть устроился в медпункте, а то его вместе с каторжанами на камни ставили, а он интеллигент, он врач, он никогда физического труда не знал. И когда он поднимал эти камни, ему было непосильно, он измученный, и когда ронял какому-нибудь каторжанину на ноги, его вместе превращали, потому что баптистов можно было добивать за любую опрометчивость, какую они допускали в своей практике. А тут ему пришли, когда он уже из немог, его перевели в медпункт, и сказали, что объявили по радио, что тебе амнисия. Представьте себе, первое, что он сделал, он вышел и пошел к тому следователю. Этот следователь по утрам заканчивал допрос с ним, на столе стояло жареное мясо, ароматные яблоки в вазе, и он говорил, ты только вот склонись к тому, чему я тебе сейчас говорю, и сейчас мы с тобой позавтра, ты же голодный, ты же врач, у тебя же каждая клетка кричит, есть, пить, есть, пить, а вот оно все, оно раздражает. Голодному всегда хочется кинуться даже, недозволенное сделать что-то. Или же берет телефон, следователь звонит своей жене, дорогая Ларисонька, я целую ночь провел в работе, я так устал, подготовь мне душ, и завтрак, и я приду на отдых, а Юрий Сергеевич шел в камеру, для того, чтобы соблюдать этот режим тюремный. Вы знаете, вот эти все истории, они нам будут все показаны, потому что Павел проповедовал, как пишет Луканин в деяниях, о правде и о суде вечном. Вот сколько времени суд будет там, мы все успеем там с вами посмотреть, все успеем. Субтитры сделал DimaTorzok